Добрый вечер, уважаемые друзья! Добрый вечер, коллеги и партнёры! Если меня слышно, видно, поставьте, пожалуйста, плюсики в нашем чате. Сегодня у нас не совсем обычная презентация компании, потому что сегодня мы с вами поговорим, наверное, больше по последней новости, которую разместили в пятницу. Это касаемо обмена долей, то, чего многие люди ждали, и касаемо обмена тех долей, которыми вы владеете на токены. Есть две группы людей, которые будут иметь право на первое и второе, и будут те, у кого появится право только обмена долей на токены. Я смотрю, что плюсики ставят. Рад вас всех видеть сегодня на вебинаре. У нас, кстати, последний октябрьский вебинар, то есть у нас с вами остаётся последний месяц осени, потом наступит зима. А там дальше Новый год и так далее. Я думаю, что, в принципе, новость, которую мы все с вами получили в пятницу, она обрадовала. Если вы считаете, что это очень здорово, поставьте, пожалуйста, пятёрочки в чате, чтобы я видел. Немножко чат, который у нас находится в соцсетях, он будет немного запаздывать, но тем не менее. Я вот этот чат, кстати, в один и второй сегодня дам несколько ссылочек, причём ссылки будут касаться, наверное, общей информации, потому что не так много людей разбираются в крипто-направлении. Я сам себя тоже не считаю большим мастером в понимании, скажем так, рынка криптовалют и так далее. И там, наверное, таких людей, которые разбираются на столик на 200%, их тоже не очень много, наверное, по всему миру, потому что трудно предположить, какой будет завтра курс биткоина, эфира, либо чего-то ещё. Но, тем не менее, вот кто-то, кстати, не согласен, кто-то поставил единицу. То есть новость о том, что компания начинает выполнять свои обязательства, кого-то не очень радует. Но это дело такое, десятое. Я думаю, многие из вас, кто сейчас находится в вебинарной комнате, помнят старт нашего проекта. Кстати, есть ли здесь кто-то, кто инвестировал в наш проект, начиная с 2014 года, поставьте, наверное, цифру 4. Да, вот так, если вам не лень, просто-напросто. Ага, смотрите, то есть таких людей очень много. Но, наверное, в первую очередь я хочу поздравить именно этих людей, особенно тех, кто инвестировал на начальном этапе. Да, то есть вы знаете, что проект у нас запустился в конце 2013-го, начале 2014-го года, и были те люди, которые ещё инвестировали, когда не было личного кабинета. Да, когда люди просто приходили в офис, например, у нас в Москве, потом шли в Сбербанк, оплачивали, скажем так, доли. В Сбербанке приносили чеки, и им выдавался документ, что они, скажем так, владельцы какого-то пакета долей. Да, и вот на первом этапе люди, которые покупали крупные пакеты, у них дисконт доходил до 3,5 тысяч. Можете себе представить. Да, вот сейчас мы с вами находимся в конце 12-го этапа, у нас дисконт составляет от 17-ти раз до 80-ти. То есть тем новичкам, которые сейчас приходят в проект и сказали, что когда-то дисконт составлял 3,5 тысяч, может кто-то даже и не поверит. Но в принципе, вот те люди, которые инвестировали в проект в 2014-м году, когда ничего ещё не было, да, и близко, то есть когда были только, скажем так, цветные буклеты, наверное, видео Юницкого, те, кто помнит, да, который говорил, что мы строим самый крупный бизнес на планете, да, присоединяйтесь к нам там и так далее, и так далее. Вот. И появились те люди, которых можно назвать, ну, как-то правильно сказать, да, одухотворённые, наверное, идейные, вот, скажем так, идейные. То есть это те люди, которые увидели перспективу развития самой технологии, которым было не всё равно на то, чтобы, скажем так, окружающая среда продолжала погибать, да, то, что экология становилась всё хуже. Эти люди поверили Юницкому, эти люди сделали шаг, вот именно в первую очередь та акция, которая запущена у нас в пятницу, да, была объявлена о том, что ровно на месте стартовала акция обмена акций, обмена, точнее, долей РСВ на деньги. Это для группы первых пяти тысяч инвесторов. Первые пять тысяч инвесторов будут иметь право обменять сто тысяч долей, да, на тысячу долларов США. То есть у них взят эквивалент, одна доля составляет один сенс Соединённых Штатов Америки. Что хотелось бы ещё отметить, да, то, что люди, инвестирующие на начальном этапе, по сути дела, сегодня получают приумножение своих денежных средств практически в 35 раз. Простая математическая операция, то есть практически 30 с небольшим долларов или около 30 долларов того времени, да, приумножились 35 раз на сегодняшний день и на выходе получается 1000 долларов. Я не могу сказать, что это все люди такие, да, которые на начальном этапе инвестируют, но среди тех пяти тысяч счастливчиков есть те, у которых, скажем так, инвестиции, сделанные 4 года назад, приумножились в 35 раз. Вы знаете, ну, наверное, сложно найти какой-либо вид бизнеса, да, в котором происходит, скажем так, такое увеличение денежных средств, точнее, такое приумножение капитала, да, вложено в какой-либо вид бизнеса. Мы посчитали, это получается 850 процентов в год, да, вот если так, без сложных процентов и так далее, и так далее. Итак, первые условия акции, я думаю, вы поняли, да, те люди, которые входят в 5000 первых инвесторов нашего проекта, имеют возможность обменять 100 тысяч долей, до 100 тысяч долей, то есть, потому что наверняка среди них могут найтись и те, кто сделал не очень большую инвестицию по тем временам, тоже решил присмотреться, потом забыл о том, что есть такой проект, да. Вот, и эти люди могут, если у них в личном кабинете будет меньше 100 тысяч долей, соответственно, в эквиваленте 1 цент за одну долю у них будет осуществлен пересчет, и если они захотят, то они смогут вывести денежные средства на специальный долевой счет в личном кабинете. Вторая часть, это до 50 тысяч, да, человек, то есть, точнее, 50 тысяч первых инвесторов нашего проекта получили возможность преобразовать свои 100 тысяч долей в токены проекта. Вы знаете, да, то есть, в письме было сказано, что группа компаний Skyway переходит на новый этап развития в связи с успешным развитием технологий в целом ряде, скажем так, стран, и в первую очередь отобменен Арабский Эмират, и, соответственно, любой человек имеет возможность обменять до 100 тысяч долей, да, на токены проекта. И один токен приравнивается к 50 долям, которыми владеют инвесторы нашего проекта. Что это значит? По сути дела, легко провести математическую операцию, то есть, на сегодняшний день, на преселе, да, на пред-пред-ICO, это так можно даже назвать, потому что, если вы внимательно читали, скажем так, документ, который есть у нас в личном кабинете, письмо пришло каждому человеку, да, там объясняется, что, в принципе, стоимость, по сути дела, одного взятого токена получается сегодня равна 50 центам, то есть, пол доллара США. И любой человек, который примет решение, например, обменять свои доли до 100 тысяч долей на токены, соответственно, они получат до 2 тысяч токенов. Опять же, если мы немножко посчитаем с вами, да, то получится интересная картина, то есть, люди, которые готовы будут обменять свои 100 тысяч долей на деньги, они получат тысячи долларов на этот долевой счет. Если мы, кстати, сейчас возьмем ту возможность, что мы сможем обменять свои доли на токены, это будет 2 тысячи токенов, каждый токен по пол доллара получает те же тысячи долларов, да. Вы заметили, что сказано, что токены будут зачислены вам в личный кабинет на счет, да, где будут указаны токены в течение 90 дней. То есть, сама вот эта программа движения по направлению, скажем так, использования технологии блокчейн, токенов, выведения токенов на биржевую торговлю, да, то есть, на открытый рынок, это она будет зачисляться в течение ближайших 90 дней. Получится быстрее, значит, будет быстрее. И вы, наверное, читали наш сайт, я сейчас вам всем здесь сброшу ссылочку и в чате в соцсетях, я думаю, мой коллега тоже сбросит эту ссылку, касаемо лендинга ICO и RSV System, да, где те, кто еще не успел зайти и посмотреть подробно, достаточно расписано, что за проект, в чем его ценность, каковы преимущества технологии, да, к чему привязаны, скажем так, токены и так далее, и так далее. Вот по этой ссылке, если вы перейдете, там достаточно подробно все расписано, достаточно простой, кстати, лендинг, он понятный, там есть целый ряд пунктов, преимущества, я думаю, кто-то из вас заглядывал, да, в чем суть самого проекта, что он дает, и сразу хочу вам сказать следующее, то, что вот движение сейчас, в данный момент, оно привязано к проекту, который у нас будет развиваться в Объединенных Арабских Эмиратах, то есть токен выпускается именно под то, что будет происходить в Объединенных Арабских Эмиратах. Единственное, пока еще на этом лендинге внизу есть так называемая белая бумага основной, документ, который описывает вообще суть проекта, да, экономическую выгоду, технические характеристики, там, эффективность его процесса, что из себя представляет токен, как его можно приобрести и так далее, так называемая белая бумага, она пока находится в разработке, но, опять же, недаром прописано, что в течение 90 дней будут осуществляться эти работы, то есть в течение 90 дней эти документы появятся. Вот. Юридический документ, да, где механизм работы с токенами тоже будет прописан. И, скажем так, OnePaper, это, по сути дела, сжатая суть самого проекта, тоже появится все у нас на лендинге, вы сможете с этим ознакомиться. Мало того, когда, скажем так, токены будут зачисляться в ваш личный кабинет, кстати, вот здесь, именно на этом сайте, ICORSVSystem.com, появится личный кабинет каждого, кто приобретет токены. И внутри этого личного кабинета у вас как раз будет то количество токенов, которые вы сможете выменять на сегодняшний день на то количество долей, которые решите обменять на токены. Сейчас, пока программа, как я говорил, идет отладка, сделаю небольшой акцент, на который нам сегодня руководство обратило внимание. У нас там есть несколько пунктов, да, то есть первый пункт – обменять доли на деньги на токены у тех, у кого есть такая возможность, то есть дальше у тех 50 тысяч, у кого нет возможности обмена на деньги, у этих людей есть возможность обменять на токены, да. И третий пункт, третий, скажем так, пункт этого меню – это не менять ни деньги, ни что, в общем, отказаться от обмена и ждать лучших времен, как говорится, да. Вот, сегодня порекомендовали те люди, которые хотят и деньги получить, и токены, это вот относится к тем первым пяти тысячам. Сначала нужно сделать обмен на деньги, 100 тысяч долей, а потом уже обменивать доли на токены, ну, в том размере, в котором вы захотите обменять. Но вообще, если не ошибаюсь, если у вас есть 100 тысяч долей в личном кабинете, соответственно, они будут обменены целиком на 2000 токенов. Если у вас меньше, соответственно, там будет пересчет. Но если у вас есть должное количество, необходимое для обмена на 2000 токенов, то у вас будут списаны все эти доли. Что будет происходить, я думаю, вопросы у нас будут заданы в течение вебинара и так далее. То есть вот то, на что я хотел сегодня обратить внимание, еще единственное, опять же, скажу следующее. Вот сейчас начнут, наверное, задавать вопросы, а когда это начнется, а когда мы выйдем там на биржу, а когда токены будут, скажем так, в свободной торговле и так далее, и так далее. Друзья, давайте дождемся, потому что работы в этом направлении ведутся, и компания сама заинтересована быстрее выйти на рынок, чтобы, скажем так, увеличить капитализацию вот того проекта, который сегодня у нас происходит в Обменных Арабских Эмиратах. Кстати, цель пока вот такая, да, то есть этот токен привязан к проекту в Обменных Арабских Эмиратах, как будет дальше, будем смотреть. То есть если этот проект начнет успешно, скажем так, двигаться, да, будут строиться дороги и так далее, и так далее, появятся другие заявки на строительство дорог в разных уголках, дальше уже будет, скажем так, выбрана стратегия инвестиционная, либо этот токен один останется, да, и, скажем так, привязка к нему будет осуществляться всех адресных проектов, либо это будут токены отдельно адресных проектов, которые могут привязаны быть к этому, как к маточному токену и так далее. Но я сейчас сказать не могу, и никто пока не может сказать, потому что, вы знаете, да, крипторынок не так давно он осваивается, специалистов действительно работы на крипторынке не так уж и много на сегодняшний день, и компания надеется, что по мере реализации каждого отдельно взятого адресного проекта, вот сейчас в Обменных Арабских Эмиратах, стоимость токена будет расти. Что хотелось бы еще сказать, те, кто внимательно уже читал информацию, планируется выпуск одного миллиарда токенов, да, до 100 миллионов токенов будет реализовано среди инвесторов, да, среди вот этих вот 50 тысяч инвесторов, при условии, что каждый из них купит по, точнее, обменяет на 2000 токенов, вот. По какой цене мы будем выходить в дальнейшем уже на при-ICO, либо ICO, я пока сказать не могу, но если вы помните разговор, точнее, интервью с Анатолием Даршимовым, и то, что он говорил в Экотехнопарке, вот сейчас, вот это условие, да, что один токен стоит полдоллара, это выгодные условия для инвесторов проекта, которых компания решила вознаградить, которые пришли в 2014-2015 году. Дальше это может быть и полдоллара, и 0.75, и доллар, там, я не знаю, то есть, как дальше, как говорится, некрасивое слово, но как попрет, да, то есть, возможно, предложение, с которым компания выйдет на первичное размещение токенов, и на какой-то бирже будет там крипта, к чему это будет привязано, единственное, видели, да, что будут использоваться протоколы эфира, там прописаны цифры какие-то, 720, чего-то еще, в этом еще нужно разобраться, что такое там протокол там такой-то и так далее. Но я знаю, что эфир, валюту эфириум, или эфир, как его называют, да, используют достаточно широко, и она действительно является каким-то эталоном, да, для выхода других криптовалют, там, и так далее, к ней привязаны токены большого количества проектов, которые выходят на ICO, то есть, создали разработчики эфира такую платформу, которая удобна, да, для выхода как раз на ICO и реализации, скажем так, тех идей, которые люди выносят на, как говорится, суд инвесторов, там, и так далее, и так далее. Вы понимаете, да, что, в принципе, люди в дальнейшем, которые будут приобретать токены, они будут их приобретать, я так предположу, только, да, за криптовалюту. То есть, по сути дела, что такое токен, токены, это, наверное, можно его назвать даже акцией, да, потому что за акции, за обычные, которые сегодня люди приобретают на различных биржах, они платят, так называемыми финансовыми, фиатными деньгами. Будь то доллары, будь то там юани, будь то рубли, и так далее, и так далее, и так далее. Токены, которые реализуются в разных проектов на ICO, это те, скажем так, ну, та единица, которая привязана, и за нее будут, скажем, за нее будут люди платить криптовалюты. То есть, должны быть криптокошельки. Одно могу сказать, что любой человек, который получит начисление токенов в своем личном кабинете, кто обменяет доли на токены, там, как сказали сегодня, будет подробная инструкция, и что с ними сделать, и где нужно будет там зарегистрироваться, и кошельки создать, и так далее, и так далее. То есть, все это будет прописано, это очень важно. Вот над этим сейчас работает, скажем так, целый ряд специалистов, не только, которые имеют отношение к компании напрямую, но также еще и это, скажем так, партнеры, как говорил Анатолий Дарыч Юницкий, там, говорили про Арабские Эмираты и так далее, то есть, люди, которые разбираются в крипторынке и прочее. Вот такая информация. Теперь, наверное, есть смысл задавать какие-то вопросы. Я сейчас попробую пробежаться по вопросам, которые у нас здесь в чате сначала вебинара, который проходит у нас в комнате Мерополис. Вот, а дальше мы будем... Так, 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 тройки, четверки, четверки, это те, кто у нас были в 2014 году, потом в 2015 году. 30,5 тысячи дисконт был на сумму инвестиций от 100 тысяч зеленых. Вы знаете, от 100 тысяч зеленых 3,5 тысячи возможно. То есть, у тех, кто инвестировал меньше, там был какой-то другой дисконт, но все равно есть люди, которые брали себе с таким дисконтом, и у них сегодня при умножении денежных средств в 35 раз. Так, Юницкий обещал, что для инвесторов 2015-2016 года тоже будет обмен. Давайте дождемся. То есть, сейчас, как бы, запущено, он говорил, если вы помните, да, что, друзья, сначала будут вознаграждены те инвесторы, которые поверили в технологию, когда не было вообще ничего. Да, Юрий действительно инвестировали в фунтах, и первый, второй, третий этап, вплоть до, скажем так, перерегистрации компании по другой юрисдикции, да, на BVI, у нас были фунты. Потом, если вы помните, да, было, скажем так, реструктуризация компании, и доли, которые были приобретены в фунтах, они были перемножены либо в 2,95 раза, соответственно, увеличилось количество долей у каждого, кто приобретал до этого момента, и в 3,5 раза, кто в течение определенного промежутка времени еще докупил себе какой-либо из пакетов. Соответственно, получается, что те доли, которые были в фунтах, были приумножены от 2,95 до 3,5 раз. При открывшейся возможности обмена части своих долей на деньги и токены, значит ли, что я могу обменять 100 тысяч долей на токены? Еще 100 тысяч долей на 1 тысячу долларов, то есть всего в сумме обменять 200 тысяч долей. Да, Елена, вы правильно говорите, только сначала, вот сейчас я говорил сегодня, да, что программа реализована таким образом, там у вас будет предложение обменять на деньги, обменять на токены. Сначала делайте обмен 100 тысяч долей на деньги, а потом делайте обмен оставшейся предложения на токены. То есть, вот это вы можете сделать. Елена, вы можете... Да, да, правильно. Вам Раиса, видите, уже за меня подсказала, ответила. Скажите, пожалуйста, какую пользу нам может дать токен Skyway, кроме его продажи в дальнейшем? Будут ли на него какие-нибудь начисления вроде дивидендов на акции? Вы знаете, как я предполагаю, дивидендов каких-либо на этот токен не предполагается. Если вы обратите внимание движения, скажем так, мира криптовалюты и так далее, там нет такого понятия, как дивиденды. Там есть рост стоимости отдельно взятой до единицы, будь то какая-то криптовалюта, будь то токен, либо падение. Соответственно, по мере реализации технологии, скажем так, увеличения ее ценности для людей, высока вероятность, что стоимость токена будет расти. Вот смотрите, люди задали вопрос. Я в Ямыс уже читал отличие токена от коина, но не очень понял. Смотрите, коин это монета. Коин это, например, биткоин, эфир и так далее. А токен это какая-то единица, эквивалентная, чему бы то ни было. Вот если мы с вами рассмотрим простой пример нашей с вами жизни в любом городе. То есть, смотрите, у вас есть рубль, это коин. Рубль это валюта, это коин. А токеном можно назвать проездной на месяц. Там, не знаю, в Москве есть, например, Большая Москва, проездной на электричках, во все направления и так далее. Вот проездной это токен, а коин это рубль. Вот в чем отличие. И у нас будет токен, это что-то ценное, да, то есть вы там владеете двумя тысячами токенов, которые могут в цене меняться. Вы заметили, что, например, стоимость проездного, она может расти. Согласны со мной? И что, кстати, регулярно происходит? Вот, то есть, суть остается прежней. Вы можете ездить на транспорте, а в рублевом эквиваленте стоимость этого, скажем так, проездного растет. Вот токен это проездной, а там, рубли, доллары, либо за что вы его покупаете. Если вы в Праге, например, вы покупаете этот проездной за кроны, да, чешские в эквиваленте пересчет. Если вы там в Прибалтике, вы покупаете, ну, в Прибалтике за евро. Они, по-моему, от своих валют отказались. Точнее, в балтийских странах. Так, добрый вечер. Когда мы покупали доли, то говорилось, что акции будут участвовать в адресных проектах. А как сейчас? Только токены будут работать на нас? Нет, Елена, токен это, по сути дела, дополнительная возможность привлечения инвестиций в проект. Да, то есть, ваши акции, они никуда не делись. Как вы были со владельцами пакета долей, который у вас будет, да, вот на тот момент, на выход, скажем так, котировку этих долей на обычной бирже и так далее, и так далее, так оно и остается. Как было условие, что 20% от прибыли компании в разных местах, где она будет эту прибыль получать, будет распределяться между держателями долей, которыми вы сегодня являетесь, так оно и будет. А токен получается как дополнительный инвестиционный инструмент. И токен еще, чем он выгоден? Смотрите, у нас огромное количество людей часто задавали вопросы. Ну, когда же я уже смогу получить за свои, скажем так, доли, какие ни было деньги? Так вот, они могут сейчас обменять на токены, да, 100 тысяч долей, например, у них будет 2000 токенов. Начнется торговля на ICO этих токенов. Потом, когда вот эти миллиард токенов будут выкуплены, например, да, то есть ICO закончится. И есть вероятность, что стоимость этого токена будет расти. Даже в процессе, скажем так, еще прохождения ICO он может начать расти. И те люди, которые хотели получить побольше денег, они смогут 2000 токенов, например, продать на какой-то бирже, да, и заработать на этом денег. И на начальном этапе, если мы предположим даже, что мы выходим на какую-то криптобиржу со стоимостью токена полдоллара США, то есть фактически у любого из вас на руках 1000 долларов вы держите сейчас. Например, он вырастет, я просто делаю такую ситуацию, предполагаю, он вырастет в два раза. Соответственно, у вас будет 2000 долларов. Если вы захотите их продать, значит вы продадите. Ну вот одна из ценностей, то что токены, они уже могут, скажем так, продаваться и покупаться. В дальнейшем вы можете просто зайти на биржу и за живые деньги, крипто деньги, купить себе какое-то количество токенов. Они могут вырастить в цене, хотите, снова продайте их. То есть это уже ваше право. Это инвестиционный инструмент, как было сказано. Так, Skyway токен будут проданы и обменены на биржах, переведены на совместные кошельки, смарт-контракт обслуживающий токен и поддерживать протоколы. Да, это вот взяли текст из этого. Из описания, из лендинга. Я уже ответил, насчет дивидендов на токены, я думаю, что не будет никаких дивидендов на токены. Дивиденды могут быть вот на акции, да. Те, кто начал с токенов, а не с денег, и у вас исчезла возможность вывести деньги, пишите в техподдержку, потому что программа будет сейчас дорабатываться в течение вот этого времени какого-то, да, и там эту, скажем так, проблему устранят. Если вы взяли токены, у вас еще будут охраняться. А сейчас просто она прописана в такой логике, что посчитали, что сначала люди захотят вывести деньги, а потом менять на токены. Поэтому пишите в техподдержку, напишите свою идею, пишите ситуацию, я думаю, разберутся, и вы сможете вывести деньги. Так, планируется ли внутренняя биржа после закрытия корневой на выкуп компании? Эдуард, не могу сказать, вот я сейчас, ну, не готов сказать на то, что будет ли внутренняя биржа на выкуп долей и так далее, и так далее. Пока есть то, что мы сейчас видим. У вас сейчас уже выкупают доли, это вы уже можете назвать внутренней биржей, потому что вам за 100 тысяч долей предлагают тысячу долларов. Вот. Если так со стороны посмотреть с одной и с другой, ну, вот вам уже и внутренняя биржа. Компания обещала, да, что в конце 17-18 году начнется, скажем так, какое-то движение, вы будете получать какие-то деньги. Пожалуйста, вы это можете сделать, получить. Я не понимаю, как оторвать 100 тысяч долей от пакетов 300. Вот, давайте объясню. Смотрите, если у вас пакет 300 тысяч долей, Вера, да, купленный, и вы решили, скажем так, 100 тысяч долей обменять на деньги, то программа это сделает автоматом. У вас появится внутри личного кабинета того, что сейчас есть, допустим, у вас, грубо там, сертификат номер там 20 тысяч там, не-не-не, если на деньги, то, скажем так, 4500, да, и там 300 тысяч долей. После того, как вы решили 100 тысяч долей обменять, кстати, программа идет сразу сверху, она смотрит, какой первый сертификат. Из пакета 300 тысяч долей 100 тысяч долей будет убрано, и у вас появится этот же номер сертификата, но через тире будет двоечка. И в нем будет ровно на 100 тысяч долей меньше. И запись в реестре уже будет в 2018 году. То, что у вас в 2018 году из пакета 300 тысяч долей осталось 200 тысяч долей. Поэтому вот так программа будет делать. То есть и появится, как я сказал, номер сертификата тире 2. То есть того сертификата не будет, а будет вместо него на уменьшенное количество долей. По поводу 2016-2017 года я уже сказал, когда будет или не будет, это мы узнаем позже. Пока акция работает для тех, кто 5000 первых инвесторов могут обменять на деньги, и 50000 инвесторов первых могут обменять на токены. Так, в марте 2014 года я потратила 100 фунтов. После рестокаризации этот пакет содержит 87,5 тысяч акций. То есть если я решу его в обратный выкуп пустить, мне за него дадут, да, вам за него дадут 875 долларов. Все верно. То есть рост у вас почти в 10 раз. Вы правильно посчитали. Ну вот я насчет покупки токенов и, скажем так, денег, я вам сказал, что вам нужно сделать, написать в техподдержку и эту ситуацию, скажем так, осмотрит, и вам восстановит возможность вывести деньги. В капитале сейчас, вот вопрос, да, в капитале и в СВИГе, сейчас тоже идет работа, и как было сказано, может в ближайшие две недели будет создан функционал, и в том же капитале те, кто попадает в 50 тысяч, например, люди не регистрировались в РСВ, а зарегистрировались в СВИГе, либо в капитале, и купили там пакеты. Их кабинета в РСВ нет. Либо они потом в РСВ зарегистрировались, а раньше в капитале. Соответственно, программа уже все это посчитала, как только будет готов функционал, у вас также появится всплывающее окно, в котором будет написано, что вы можете обменять на токены. Так, здравствуйте всем. Где можно оформить свою заявку на обмен? В кабинете пока нет. Если у вас нет такой опции, Лена, соответственно, вы пока не можете обменять эти ни деньги, ни доли. Потому что у тех, кто может, у тех это появилось. Да, компания получила доход, и уже есть возможность у нее выплатить деньги. Это тоже очень важно. Вот. Да, если вы приобретаете токены, количество долей у вас уменьшится ровно на 100 тысяч долей. При продаже токенов пока речи о реферальной программе нет. В капитале, я уже сказал, да, в капитале мы ждем, тоже должен появиться функционал. И те люди, которые подпадают под 50 тысяч первых инвесторов, у них появится данная окошко. Данные уже вычислены программой, да, у кого они появятся. Мне по фамилиям никого не сказали, поэтому я пока никого обнадежить не могу. Юрий Викторович спрашивает, а почему именно наши доли меняют на токены, почему на деньги, вот, вы прочтите хотя бы, зайдите на сайт, то, что я сбросил, там четко написано, сейчас при ICO, да, то есть вам предоставлена возможность на выгодных условиях приобрести токены. Потом будет предложение уже внешним инвесторам. По другой цене они будут покупать эти токены. Понимаете меня? Вот почему нам предложили такую возможность. Так, где можно увидеть последовательные списки акционеров Skyway, чтобы понять, с каким я иду номером? Нигде вы не увидите. Вот если вы попадаете в 50 тысяч первых инвесторов, либо в 5, вам придет это письмо. Как я вам сказал, вы увидите всплывающее окно внутри личного кабинета. Нет, если вы зарегистрированы в RSV, в капитале и с ВИГИ, вы будете получать где-то в одном месте. В трех местах вы не получите этого. Кто не продаст токены, когда закончится ICO, они пропадут? Станислав, почему они должны пропасть? Когда закончится ICO, у вас на руках будет токен. И токен будет на бирже. Понимаете меня? Соответственно, стоимость этого токена может расти. И дальше вы можете с ним делать то, что захотите. Вы можете их дарить. Вы можете их продавать. Вы можете их держать у себя и ждать, когда они будут в стоимости, как биткоин, например. Руслан, я ответил на вопрос, как я узнаю, вхожу ли я в эти 50 тысяч. Те, кто входят, у тех уже всплыло окно. Елена, спасибо вам за вашу благодарность. Когда можно будет совершить обмен в СВИГ? Когда наладят функционал в СВИГе и в капитале, тогда это можно будет сделать. Нам сегодня назвали срок порядка двух недель. Будем надеяться, что так оно и будет. И, кстати, еще добавлю одну важную вещь. Вот когда появится всплывающее окно в вашем кабинете в СВИГе, либо в капитале, вот именно с этого месяца пойдет отсчет, с этого момента пойдет отсчет один месяц, 30 дней. Как это сейчас в РСВ происходит. Так что не переживайте, что вы там не успеете и так далее. Токены, которые вы приобретете, они будут у вас внутри личного кабинета. И вы понимаете, что вы с ними пока тоже ничего сделать не сможете, пока не начнется котировка на бирже. Или, скажем так, пока не пойдет ICO. Если на ICO, например, стоимость токена вдруг начнет расти, будет пользоваться спросом, тогда вы сможете двигать. Пока никому вы передавать их не сможете. Пока они и у вас не появятся. Если вы сейчас, например, за них заплатите 100 тысяч, то вы читали условия в течение 90 дней ближайших. Они должны будут появиться у вас в кабинете. Потому что программа дорабатывается. Нет, по ID тоже не надо смотреть. Коллеги, сразу хочу сказать, Раиса написала, что вы можете посмотреть по ID. Нет, это неправда. Есть люди, которые просто зарегистрированы у нас. У них есть ID. Но они вообще ничего не купили. Соответственно, мы говорим, первые 5000 инвесторов. Инвесторы, те, кто заплатил деньги и купили пакеты. А не те, кто просто зарегистрировался на сайте. Понятно это вам? У нас есть огромное количество пустых регистраций, где люди регистрировали родственников и думали, что родственники сейчас кинутся покупать доли. Но, слава богу, эти люди вовремя опомнились и не стали за своих родственников платить. То есть, есть кабинеты с пустыми просто счетами. Поэтому эти люди не будут входить в список, которые могут обменять свои доли на токены, либо на деньги. Так, 5000 человек. Да, вы правильно посчитали. 5000 человек по 1000 баксов это 5 миллионов долларов. Не миллиардов. Вы ошиблись на 3 нуля. В принципе, вы можете... Если вы откажетесь, либо вы просто не прореагируете на то, что вам предлагается, ничего, так оно и останется. Ваши доли останутся с вами. Если бы был вариант продать 100 тысяч долей за 1000 долларов и успеть купить токены на эту сумму в день пресейла, поймите правильно, вы можете эти 1000 долларов вывести, дождаться дня пресейла и купить токены просто на продаже, которые будут продаваться они и тем людям, которые снаружи. Вот и все. В чем сложность? Дело в том, что на 90 дней отложен срок сейчас, потому что эта криптоплатформа дорабатывается. И когда это все будет доработано, тогда начнется ICO. Поймите правильно. Сейчас, пока вы даже не увидите, что токены у вас появились, когда вот этот LK доработается на сайте ICO, вы там все будете видеть. Друзья, дайте время немножко программистам и остальным. Нет, если вы просто заберете деньги, смотрите, вот это важное ограничение. Если вы входите в список 5000, соответственно, в автоматом входите 50 тысяч, вы только один раз можете взять токены на сумму 100 тысяч долей и только один раз обменять на деньги. Причем, если у вас хватает долей на сумму, скажем так, 100 тысяч токенов и 100 тысяч долей, у вас полностью спишется. Есть люди, которые, например, у них нет 100 тысяч долей, но они входят в сумму, в количество тех 5000, у них будет, скажем так, в эквиваленте насчитанной валюте. Уже есть люди, вот я знаю, которые там 700 с чем-то долларов, у них начислились 800 с копейками и так далее. Так, реферальная программа, нет, я пока не слышал. То есть пока речи о реферальной программе с токенами нет. Номер сертификата поменять нельзя. Вот. И по сертификатам тоже не может быть просчета, попадаете вы или нет. Потому что у нас есть люди, которые, например, сразу брали. Один человек при входе сразу брал 6 пакетов. У него 6 сертификатов было отдельно. Поэтому, если вы сейчас попытаетесь просчитать по номеру своего сертификата, попадаете вы или нет, не получится тоже ничего. Можно поменять так, 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 благодарю. Да, спасибо, что благодарите. Партнеры спрашивают, верно ли то, что сказал Хавратов. То есть кто зарегистрирован одновременно, они смогут обменять. Нет. Вы знаете, мы сегодня задавали этот вопрос. По всей видимости, такого не будет. То есть, ну, это как бы так, с одной стороны, наверное, несправедливо. Да, потому что есть понятие 50 тысяч инвесторов. И нельзя быть инвестором трижды, да, в одном лице. Вот. Вот таким вот образом. Я могу свое мнение сказать. Да, вот когда-то. Я не регистрировался в трех компаниях и так далее, и так далее. И, в принципе, никому не рекомендовал. Кто захочет, в личку на меня выйдет, я объясню, почему я этого не делал. Вот чтобы потом вот такой вот каши не было, как сейчас люди задают вопрос, а что мне делать, получу ли я в трех, или не получу. Конечно, вы можете. Обменяли вы свои доли, они у вас списались. Покупайте пакеты сколько хотите, Татьяна. Если вы только покупали в СВИГ и не попали в 50 тысяч человек, у вас ничего не всплывет, и вы пока не можете в этой акции участвовать. Я говорил, что те, кто могут участвовать, у них уже в РСВ, например, всплыли эти всплывающие окна, доработается сервис, и всплывут у тех, кто в СВИГе покупал, например, сразу регистрировался и попадал в эти 50 тысяч первых инвесторов. Кстати, вот что я важно их еще упустил. Друзья, люди, которые попадут в эти 50 тысяч инвесторов, первых, привязка идет не по номеру сертификата, не по дате чего-то, а по регистрации этих людей в реестре. У нас в реестр заносились сразу люди, скажем так, несколькими тысячами, то есть копилась информация и заносились в реестр. Соответственно, дата регистрации в реестре людей, и они идут друг за другом, будет являться той датой, когда вы можете попасть в 50 тысяч этих первых инвесторов или нет. Так, по поводу 2016-2017 года я говорил, в РСВ я попал на обмен токенов, хотя я инвестировал в мае, но там у меня было только 1750 акций в капитале, я смогу добрать токен. Не знаю ли, попадете вы в капиталь, а если вы уже где-то попали, вряд ли. Я говорю, что не знаю, почему Хавратов, кто ему дал такую информацию, мы сегодня уточняли, вероятность того, что вы будете получать во всех трех фондах вот такие вот возможности поменять на деньги и на токены, я думаю, у вас не будет такого. Елена, по поводу покупки на преселе, где она будет происходить, на спецсайте или нет, давайте дождемся вот этих личных кабинетов на сайте ICO, RSV и так далее, и тогда нам будет видно. Вот я сейчас вперед забегать не буду. Сейчас задача такая, чтобы вы разобрались в том, что вы можете сделать и кто это может сделать, там на токены махнуть, либо на доли. А дальше уже по мере подготовки функционала мы с вами будем получать и новости, и информирование о том, что вы можете сделать, инструкции нам всем пришлют, как сказали и так далее. Сколько токен может стоить на старте продаж? Евгений, я не знаю. Сегодня он стоит, по сути, если посчитаем, 50 центов. На старте продаж его могут выводить на продажи равным одному доллару. Соответственно, у вас уже будет, скажем так, при той вероятности, что вы сможете продать, двукратный подъем на этих токенах. Можно ли будет использовать бонусы, которые есть в кабинете для покупки токенов? Не могу пока ответить, потому что для токенов делается отдельный кабинет. Отдельный кабинет для токенов делается только по одной причине. Друзья, смотрите, планируется реализовать посредством вот такого, скажем так, предпресейла, предпредСео среди инвесторов, всего десятую часть выпускаемых токенов. Остальные, девять десятых, будут реализовываться на внешнем рынке. Поэтому создан отдельный сайт, поэтому создается отдельный кабинет, в котором вы будете владеть этими токенами. И те люди, которые будут приобретать уже за деньги со стороны, у них будет также личный кабинет на том сайте, который вы сейчас видели. Я вообще не критикую Светлана в разных фондах и так далее. Ради бога, хотите? Жалко, нету еще пятого, шестого и восьмого фонда. Тогда просто было бы каши еще побольше. Не знаю, как будет вход в личный кабинет. Нам все пропишут. Я вам сказал, что когда будет готов личный кабинет, нам напишут, как его создать. Вот у кого создается впечатление, что акция надежна, вы можете не покупать токенов, поэтому я тут никого не могу заставить там приобретать токены и так далее. Не знаю, насчет того, что будете в шоколаде за сколько лет, время покажет. То есть успех реализации технологии, соответственно, будет повышать стоимость токена. И стоимость доли, кстати, тоже в дальнейшем. Смотрите, как я сегодня уточнял вопрос по поводу есть сертификаты на ваше имя и сертификаты на имя вашей мамы. Так вот, доли будут списываться с вашего имени, если у вас верифицированный кабинет, вы верифицировали его на себя. Соответственно, именно с ваших сертификатов, с маминых ничего не будет списываться, а с ваших сертификатов будут списываться эти доли, пока не спишется сто тысяч. Почему списалось сто тысяч и дали семьсот пятьдесят долларов и не могу купить токены? Спасибо. Вы знаете, не могу вам сейчас ответить. То есть пишите вот это по своему случаю в техподдержку, и вам официально ответят, почему у вас так произошло и так далее. Правильно? Когда я пришел тоже работать сотрудником в компанию, здесь, в Москву, у нас тоже не было никаких фондов. Первый фонд появился в октябре, а второй фонд начал работать в феврале 2015 года. По поводу 2016-2017 года, не знаю, будут ли какие-то преференции, либо акции для приобретения токенов. Так, друзья, я сейчас переключаюсь на тот чат, который у нас идет в соцсетях, поэтому, в принципе, вы можете пока в чате Мирополиса не писать. Я сейчас просто буду читать вопросы, которые мне накидали в скайпе, потому что здесь очень мелкий шрифт в соцсетях на втором компьютере. И сейчас я вот буду... Благо, у меня там работает партнер, который выделяет те вопросы. Токен SkyWay – это скам или он реален? Друзья, ну вот что значит скам или реален? То есть создается токен. Давайте так с вами порассуждаем. Смотрите, в мире криптовалют, в мире ICO есть куча разных проектов. И эти проекты, скажем так, подкреплены чем-то, либо нет. Есть просто идеи. И есть, вы знаете, куча ICO, на которые выходят с идеей люди, собирают деньги и исчезают. У нас реальной базой для токена, который будет выпускаться, SWT, так называемый, SkyWay токен, есть технология. То есть я, может быть, не совсем корректно сейчас сравню, но тем не менее, смотрите. Помните, были советские деньги, когда-то были другие деньги. Начиная с червонца, каждая, скажем так, бумажка обеспечивалась золотовалютным, там, золотым запасом. Там было 0, 0, 0, 0, 0, сколько-то грамм в одной бумажке. Почему в советские времена, в принципе, иностранцам не давали вывозить большой калин... Вообще старались не давать вывозить там от червонца и выше деньги за территорию Российской Федерации. Потому что там в банках они могли потребовать золото. Так вот, наша технология по отношению к нашему токену является таким золотым эквивалентом, потому что мы людям показываем. Смотрите, есть технология, по которой началось строительство дорог. Данные дороги начнут приносить прибыль. Прибыль, соответственно, скажем так, это технология, есть ценность. И токен SkyWay, это токен, который создан от технологии, разработанной Юницким. Первые инвесторы считаются по регистрации. Я уже ответил, смотрите, дело не в номере, да? Хотя номер регистрационный это ID, так называемый. Я вам уже говорил, что если просто считать по ID, будет некорректно, потому что у нас есть много пустых кабинетов поначалу. Люди регистрировали сами, потом не стали ничего делать, людей регистрировали. И в итоге получается, что кабинет пустой, соответственно, человек не может принимать участие в этой доле, в этой, точнее, акции до 5000 человек, например, потому что он ничего не купил. Соответственно, он инвестором не является. По поводу, вот здесь вопрос, будет ли остальным предоставлены возможности РСВ и СВИК, да? Я вам говорю, что, точнее, капитал и СВИК, тем людям, кто попадает в 50 тысяч первых инвесторов и через СВИК, и через SkyWay Capital, у тех всплывет окошко всплывающее, где будет сказано, что вы участвуете в этой акции. Вот, и это на тот же, вот фонды участвуют в акции обмена, про фонды, это тот же самый ответ. 50 долей равно одному токену, это обмен будет для всех, и тем, кто зашел в 15-16 году, не знаю, будут ли вообще, потенциально есть такая вероятность, то, что те, кто зашел в 15-16, 17-18 году, у них тоже будет какой-то обмен. Давайте мы этот месяц, когда пройдет, мы увидим, потому что, смотрите, компания тоже еще будет смотреть, какое количество людей захотело вывести деньги, кто из них махнул на токены, да? Вот, есть те, кто делают вообще телодвижения интересные, просто увеличивая количество долей внутри нашего проекта. Как? Ну, есть такой способ. Скажите, пожалуйста, какие перспективы ждут те, кто пришел совсем недавно и с малыми суммами долей? Олег Лукьянов. Олег, ну что я могу сказать? Если вы пришли недавно и с малыми суммами долей, то у вас есть очень интересная возможность. Вы можете развить сейчас активный бизнес по партнерской программе, и денег заработать, и часть этих денег пустить на приобретение долей. Соответственно, по инвестиционному меморандуму в дальнейшем 20% от прибыли компании будет распределяться между теми людьми, кто успел стать совладельцами долей проекта группы компании Skyway. Поэтому, чем больше у вас будет долей, и будут распределяться эти дивиденды, тем больше денег вы просто будете от дивидендов получать. Конечно, есть смысл иметь большие пакеты долей, но для того, чтобы, скажем так, эти пакеты у вас были и появились, вы можете поактивничать в партнерской программе, дать сегодня информацию людям. Вот видите, у нас даже крипто сегодня появляется направление, а вы знаете, что огромное количество людей сейчас бегает по различным криптобиржам, ищут, куда пристроить им деньги. Правда, у них у всех мысли, как бы мне сегодня вложить, а завтра уже в 10 раз вырасти. Такого, может, наверное, у нас не ожидается, но тем не менее, они здесь могут получить доход. Те, кто трезво мыслит, они в плане, скажем так, как бы ничего не сделать и заработать много. Вот это те люди, которым вы сегодня можете предложить данную возможность. Можно ли будет токены приобретать за фиаты, когда? Вот это тоже не могу сказать. То есть, когда начнется, скажем так, ICO, за что будут продаваться? Можно ли будет за доллары, либо только, скажем так, за какую-то криптовалюту, либо за несколько видов криптовалют? Это нам все скажут. Давайте дождемся, скажем так, запуска этой криптоплатформы, на которую вы сможете увидеть в своем личном кабинете и токены, и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, дивиденды получаем? Дивиденды будем получать тогда, когда компания получит прибыль, и часть прибыли будет распределяться между теми, кто остался владельцем этих долей. Вот тогда будут дивиденды. Если куплены в трех фондах, правильно я понимаю, что смогу обменять доли на токены? Вот я думаю, что вы не сможете обменять во всех трех фондах на токены. И у вас не будет шести тысяч токенов. Потому что здесь речь идет, еще раз говорю, 50 тысяч первых инвесторов. И я думаю, компания предоставит возможность, скажем так, кому-то получить две тысячи токенов, чем вам отдать четыре тысячи. Хотя, слово справедливое, здесь оно как бы так по-разному воспринимается. А если, скажем, инвестор только пятьдесят тысяч долей продать хочет, значит продать нет. Но если у вас есть сто тысяч долей, то у вас полностью спишется от возможности торговаться и сказать, что я вот хочу там 27 тысяч долей обменять, там 36 с половиной тысяч долей, его не будет. То есть, если у вас есть сто тысяч долей, вы выбираете деньги, у вас сто тысяч долей спишутся, и вам будет тысяча долларов даны. Я хочу поменять, но не сто тысяч, а только половину. Как это можно сделать? Но я вам только что сказал, никак. Если у вас есть сто тысяч долей, вы будете менять на деньги, у вас спишутся все сто тысяч долей. Если, кстати, у вас сертификат первый, допустим, на 20 тысяч долей, следующий на 70 тысяч долей, потом на 50 тысяч долей, то сначала спишется 20, потом 70 и потом 10 с последним сертификатом, а 40 тысяч долей у вас останется. Есть ли разница в каком-то среднем? Разницы нет, потому что еще раз говорю, что инвесторов из фонда SWIG и из фонда Skyway Capital также вносили в реестр основной компании. Вот если вы в реестре основной компании, который у нас есть, попадаете в 50 тысяч, вы обменяете свои доли. Выписка из реестра это и есть номер. Ребята, не ищите, вот я сейчас еще раз хочу сказать, не вычисляйте сейчас номера. Первое, на что вам нужно обратить внимание, это всплывшее окно, что вы участник акции. Если у вас оно не всплыло, есть вероятность того, что вы в акции не участвуете, и вы пока сделать ничего не можете. Вот когда мы выйдем на ICO, да, по поводу вопроса, а можно будет продать токены тем, кто захочет купить. Вот выйдем на ICO, если будет такая вот, как правило, ICO это уже торговля теми же токенами, да, вот, ну просто вот на рынке. Соответственно, вы такой же участник рынка, у вас есть эти токены, да, вот, люди смогут купить у компании, а вы можете с кем-то, я не знаю, каким-то образом заключить, как бы дальше будет видно, я просто сам еще это не могу вам твердо утверждать. Вдруг там цена будет доллар, и вы сможете, например, продать, да, если появится спрос и так далее. Значит, вы продадите другим участникам, кто захочет купить. Александр Егоров, возможно, не с первого момента вебинара вы присутствуете. Тем людям, которые зарегистрированы в фонде Skyway Capital и попадают в 50 тысяч инвесторов, занесенных в реестр, будет предоставлена возможность обменять токены на, точнее, доли на токены. Потому что я вот предполагаю, что все-таки именно за деньги в капитале, да, потому что капитал запустился в работу с марта, по сути дела, с конца февраля 2015 года, вряд ли кто-то попадет в список тех, кому будет представлена возможность обменять на деньги. По всей видимости, в капитале появятся только те люди, кто сможет обменять на токены. Жамал Юсупов, повторяю вам еще, да, то есть, вы зарегистрировались в 2016 году. Если у вас ни в одном из кабинетов, точнее, пока всплыть могло только в кабинете РСВ, не всплыло окошко, что вы участник этой акции, значит, вы пока ничего, ни на что обменять не можете. Как заработать? Есть ли обучающие школы для этого? Наталья, ну, давайте так, у нас есть целый ряд инструментов внутри личного кабинета, которые вы можете использовать для того, чтобы давать информацию людям. По поводу школы дубликации, да, вот у нас 26 ноября член правления Франтишек Солар будет проводить школу в Вильнюсе, где он будет рассказывать, как можно строить бизнес по простой дублицированной системе, как было сказано, да, дай бог, так оно и будет. Вот, вообще, конечно, было бы здорово, если бы была стройная система простых шагов, которые может повторить абсолютно любой человек для того, чтобы добиться успеха. Ну, вот я вот, простят меня, скажем так, я являюсь сотрудником компании, пока вот такой стройной системы нет, есть, скажем так, целый ряд инструментов, которые вы можете использовать, начиная там от лендингов, от реферальных ссылок. Есть видеоролики, которые вы просто можете давать смотреть заинтересованным людям, да, которым вы предварительно задали вопрос, а вообще нужно им зарабатывать деньги, хотят ли они быть инвесторами и так далее, и так далее. Очень важный момент, что не разбрасывайте просто ссылки, как спам в интернете, да, вас где-то забанят в соцсетях, вот, могут вообще удалить, если вы будете просто так направо-налево расшвыривать, не зная даже людей. Да и вообще стоит кому-то давать какую-либо возможность, да, предварительно узнав, нужна ли эта возможность вообще. Нельзя помочь человеку, который не просит помощи. Знаете такое выражение? Соответственно, и не нужно разбрасываться своей энергией, той ценностью, которая у вас есть, просто направо-налево сеятелем быть, да, как будто вот кто-то подымет там и так далее. Может никто не поднять, а могут поднять и еще вам, вас догнать потом, да, сказать, что ты тут занимаешься непонятно чем и так далее, и так далее. Вам это нужно? Если я поменяю свою тысячу акций на деньги, могу ли я в дальнейшем покупать акции? Можете, Светлана? Вы можете покупать акции, да, вот, без проблем. Какие новости по адресным проектам? Георгий, пока я вам сказать не могу ничего, работы в Эмиратах ведутся. Какие остальные адресные проекты? Вот, говорят, был семинар Владимира Маслова, вебинар, где он рассказывал там про кучу адресных проектов. Посмотрите его в записи. Вот. Потенциальных адресных проектов много, да. Сейчас основной приоритет, вот, тем более ICO, еще раз напоминаю, да, вот эти токены, которые создаются и так далее, в первую очередь их привязка к проекту, который у нас идет в Дненных Арабских Эмиратах. Прочитайте лендинг на странице ICO RSV System.com. Там четко прописано, даты прописаны, кварталы, когда мы выходим на ICO при ICO. К чему привязано, да, то есть создание зеленой энергии, то есть электростанции на солнечных батареях. Плюс, в первую очередь там прописаны грузовые комплексы SkyWay на территории Эмиратов. Анатолий Эдуардович еще говорил про городской комплекс, который там будет, высокоскоростной и так далее. Но вот эти вот токены сейчас, первая привязка их конкретно. Так, может токен вырасти за год до 10 долларов? Федор, я не могу, как бы так, разбрасываться какими-то ориентирами. Первое, потому что я не огромный специалист в мире криптовалют, да. Во-вторых, никто, наверное, поначалу вам не может сказать, как он будет расти или не будет расти. Когда все 15 этапов будут зафирансированы, то краудинвестинг не будет работать и привлечение инвестиций будет через ICO. Вы знаете, когда закончатся 15 этапов, вот об этом уже давно говорят, дай бог оно так и будет. Партнерская структура, например, в Капитале, да, так как сейчас, по сути дела, презентация идет компании Капитал, и время это идет именно на сайте Капитала и так далее, вот. То возможно вообще создание адресных проектов, в которых будет, скажем так, идти привлечение денежных средств посредством методики краудинвестинга, и будут деньги начисляться по той же партнерской программе. Только деньги, которые привлекаются, будут идти не в строительство экотехнопарка, а уже под реализацию конкретного адресного проекта. Поэтому закроется ли краудинвестинг, я думаю, нет. Так, друзья, возвращаюсь сайт в чат Мирополиса. Так, ответьте, если у меня в РСС плыло окно, и я не буду ничего менять, то с ВИГИ будет у меня это окно для обмена долей? Не могу сказать, будет ли у вас с ВИГИ окно для обмена долей. Честно, не могу пока. Да, функционал работает, и вероятность, что опять же, что вы в трех фондах везде будете, у вас все будет всплывать, наверное, минимально. Да, троллить могут, да, лидия, троллить могут везде, да? Если долей больше, но неровные числа спишутся, да, спишутся только 100 тысяч долей. Больше списываться не будет, нет такой возможности. Вот, если у вас меньше 100 тысяч долей, спишутся все. Я не знаю, почему вам ответили, Валентина, что в списки вошли только те, кто инвестировал до 2 августа 2014 года. Я просто не знаю, до какого срока люди могли попасть в список в количество 5000 первых инвесторов. Я этого не знаю. Вы не можете себя... Зачем вообще обнародовать этот список? То есть, программа настроена таким образом, что она сделает выборку. Там никого никто не собирается обманывать. То есть, если вы не попали, значит, вы не попали в список этих инвесторов первых. Конечно, Галина Николаевна, если вы ничего не будете менять и так далее, и так далее, у вас как были доли, так они и останутся. Так, друзья, я сейчас хочу еще сделать одну вещь. То есть, я для расширения общего кругозора, да, работы в мире криптовалют. Позвольте мне сделать следующий шаг. Я не думаю, что я кого-то из вас там унижу, либо обижу и так далее, и так далее. Я сам, скажем так, знакомился с информацией вот по этим ссылкам. Я вам сейчас хочу сбросить в чат вебинара. И мой партнер сделает то же самое в чате в соцсетях, да. Несколько ссылочек, которые разъясняют просто, что такое блокчейн, что такое криптовалюта, что такое ICO, что такое токен и так далее, да. Что такое эфир, что такое биткоин и прочее, прочее, прочее. То есть, ссылочек 7, сразу хочу сказать, это блок человека, который работает в этом направлении. То есть, я не даю рекламу этого блога, я его не знаю. Там просто была информация, да. Информация очень просто объяснена. Поэтому, если вы пройдете по этим ссылкам и почитаете, я думаю, лишним это не будет. То есть, здесь есть объяснение, что такое токен. Здесь есть объяснение, что такое ICO. Внутри этих статей есть понимание, что такое смарт-контракт и так далее, так далее. То есть, если вам не лень, да, рекомендую просто пройти по этим ссылкам. Вот сейчас их скопировать себе куда-нибудь. И потом, это в принципе один и тот же сайт. Тут мне еще вопросов личку по-назадавали. Итак, мы будем испытывать блаженство, а так это не то. Будет ли возможность посмотреть конференцию, а так это опять же, наверное, старое что-то. Так, теме, тоже не то. Это все предыдущие вопросы. Итак, друзья. Вопрос, да. Продать свои 100 тысяч долей смогут все инвесторы, которые инвестируют до конца 2014 года. Еще раз, Елена, повторяю. Наверное, не все с самого начала были, да. Повторяю вам то, что было сказано с самого начала. Калери. Акция, которая длится месяц, сейчас уже осталось там 25 или 26 дней, да. Она распространяется, первая. Те, кто могут поменять до 100 тысяч долей на 1000 долларов, либо меньше, да, если у них меньше 100 тысяч долей. Это первые 5000 инвесторов, которые занесены в реестр компании. Обменять токены, точнее, обменять доли на токены могут 50 тысяч инвесторов, которые зарегистрированы в реестре компании. То есть, те, кто 5, у них есть возможность и деньги получить, и токены получить. Оставшие 45 тысяч, да, это те, кто могут получить только токены. По поводу записи вебинара. Ну, не могу сказать, что ожидал, что будет там пару сотен человек. Да, я бы, конечно, на кнопку нажал, но одно могу сказать. Если вы есть в группах наших соцсетей, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, либо на Ютюбе, да. То есть, эти записи будут, вот, запись данного вебинара будет вот в этих соцсетях, вы можете ее найти. Вот, на Мерополисе я кнопку, как бы так, не нажал по привычке, но, тем не менее, информацию вы эту найти сможете. Я не могу сказать, что сегодня была какая-то волшебная информация, открыта большая тайна. Просто, скажем так, небольшое разъяснение по той информации, которая была озвучена в пятницу, да. Я считаю, что это действительно, вот, мое мнение, я сейчас вам скажу, это позитивное движение в развитии нашего проекта. То есть, первое, очень важное, компания все-таки выполнила свои обязательства и своим первым инвесторам предоставила сейчас возможность забрать какое-то количество денег. Вот те, кто считают, что это вот так, как я сказал, просто плюс сейчас поставьте в нашем чате. Вот. Второе. Компания вам предлагает еще один инвестиционный инструмент, в котором высока вероятность, что стоимость этого инструмента в дальнейшем будет расти. Это токены, да. Третий положительный момент, что находясь в тенденции развития рынка вообще в целом, да, инвестиций и крипторынка в частности, крипторынка, компания выходит на крипторынок. Это третий плюс в том, что сегодня происходит. Вот. И четвертый, опять же, плюс из того, что мы добавляем сейчас, по сути дела, можем присоединить к привлечению инвестиций огромную армию инвесторов с территории всего земного шара, которые, скажем так, не совсем нам поверили, когда у нас просто доли компаний продавались и так далее. Но это их право, верить или не верить. Но они понимают ценность криптовалюты и токена, да. Соответственно, это те люди, которые потенциально могут прийти, принести свои деньги, соответственно, ускорить реализацию тех же адресных проектов на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Это так то, что на поверхности просто вот всплыло сейчас, да. Мы можем сейчас поразмыслить с вами, там еще какие-то плюсы найти. Вот. Еще один плюс для вас. Соответственно, те, кто возьмет токены, возможно, захотят немножко больше узнать о криптом мире, и, соответственно, у вас знаний добавится. Опыт появится. Потом у вас появится знание создания криптокошельков, да, выхода, скажем так, на торговлю, на криптобиржи и так далее, так далее, так далее. То есть те, кто серьезно относится к этому, соответственно, будут развивать свое понимание данного рынка, да. То есть если раньше вы, может быть, в стороне, он от вас находился, и вы не сильно хотели в этом разбираться, то сейчас махнув свои доли на токены, вам сам Бог велел разобраться в этом направлении. Ну, я так считаю, по крайней мере. Было бы глупо, да, обменять на токены, а потом быть, скажем так, отфонарщиком и ждать, что с ними делать. Почитать просто, разобраться и так далее, и так далее. Юлия Людмила, да, в капитале у тех людей, кто войдет в 50 тысяч первых людей, занесенных в реестр, и инвестировали, что в капитале, у тех будет возможность приобрести таким образом токены. Юлия, я предполагаю, опять же, ну, я не являюсь там, как вам сказать, последней инстанцией, да, но что токены не будут, дивиденды какие-то на токены распространяться, просто стоимость токена может расти. Это вот сейчас, если я не ошибаюсь, так вот акция Apple есть, да, например, в компании Apple, дивиденды не раздаются. То есть есть стоимость, есть стоимость акции Apple. Хочешь денег получить, возьми, продай, потому что стоимость их там, ну, иногда падает вниз, иногда растет. Соответственно, у тебя уже есть возможность получения дохода. Валентина, вот если вы в инвесторах с декабря 2014 года, да, вот, но декабрь 2014 года уже не гарантирует, что вы вошли в 5-5 тысяч точно, а по поводу 50 тысяч, напишите в техподдержку, напишите свой ID и скажите, вот я не попала, можете мне объяснить почему? Сделайте это. Поэтому кричать, что вас обманули, давайте не будем заранее подымать шум. Мы все люди, программы, скажем так, в большинстве своем не ошибаются, но если с вами произошло какой-то казус, напишите в компанию, давайте разберемся вместе. Поймите правильно, токен это не совсем акция в том виде, в котором, скажем так, вот здесь вопрос такой, токен это та же самая акция, не совсем та же самая акция. Акция это ценная бумага, скажем так, которая действительно вот подпадает по тот наш инвестиционный меморандум, где прописана прибыль. По токену пока мы не видим информации, что будут какие-то дивиденды. И глядя на мир криптовалют, народ там зарабатывает в основном на покупки, а потом перепродажи дороже криптовалют. Там никаких дивидендов ни в каком проекте нет. Так, коллеги, еще раз заглядываю в список вопросов, которые задаются у нас в, как его называют, в чате соцсетей нашего вебинара. Так, да, вроде нет больше вопросов в чате вебинара. По всей видимости, они те же, что были у нас озвучены в комнате Мерополиса и те, на которые я уже ответил. Итак, друзья, давайте мы сделаем следующее. То есть информацию, в принципе, вы получили. Запись данного вебинара, я сказал, вы сможете найти. Пока вопрос опять звучит, по поводу, будет опираться в дальнейшем компания на этот миллиард токенов или будут выпускаться еще. Пока речь о выпуске еще каких-то токенов не идет. Дальше уже будет, как мы говорим, выбрана инвестиционная стратегия. Раскупится этот миллиард токенов, начнут они расти в цене. Возможно, они станут эталонными токенами по отношению к тем, которые могут создаваться в других адресных проектов. Возможно, нет. Возможно, будет возможность владеть только вот этими токенами, которыми есть. И они могут расти в цене очень сильно, например. Да, будет миллиард токенов, которые могут расти до стоимости 10 долларов за токен, 20 долларов за токен, 100 долларов за токен. Возможно, выберут эту стратегию. Какая сейчас будет, я не могу вам ответить. И вот вопрос звучит. Да, вот то, что я сейчас говорил, Юлия спрашивает. А это будет один на все адресные проекты или будут другие? Я сейчас не готов вам ответить, потому что дальше уже будут, скажем так, специалисты крипто-мира и специалисты, скажем так, я не знаю, какого-то планово-экономического отдела, я не знаю, какого еще отдела, криптоотдел, который у нас работает. Да, они будут принимать решения о дальнейшей инвестиционной стратегии. Оставлять этот токен, их будет всего миллиард, и больше не будут, скажем так, размываться токены и так далее. Либо по отношению к этому токену будут создаваться отдельные токены адресных проектов. Ну, вот такая информация, друзья. Спасибо вам за внимание. Не знаю, интересно или неинтересно сегодня было. Вот. Приглашаю вас всех, как я всегда это делаю, на наши понедельничные вебинары, которые у нас проходят 17 часов, да, вот в этой комнате, касаемо технологии. Приглашайте новичков. На тех вебинарах мы просто даем информацию о том, что из себя представляет технология, что у нас за проект, что он несет каждому отдельно взятому инвестору. То есть мы находимся в конце 12-го этапа. Точной даты перехода на 13-й пока нет. Но у вас есть еще шанс привлечь огромное количество людей к возможности инвестирования, как в доли, да. Так в дальнейшем уже люди увидят, что они стали совладельцами долей и, может быть, подумают в дальнейшем какую-то часть своих денег, которые у них, возможно, есть, инвестировать уже на ICO еще и в токены. Да, возможно, не будет партнерской программы, но очень важный момент. Вы людям сделаете доброе дело, друзья. Вы им откройте глаза, они уже купят себе доли, да, и вместе с вами будут членами вашей команды, а потом они просто еще купят токены и благодаря вам 100, 200, 1000, 10 тысяч человек станут успешными, да, и их жизнь круто изменится. Не это лишь счастье. И их откровенное чистое спасибо будет гораздо ценнее, чем полтора доллара реферальных инвестиций, точнее, отчисления от инвестиций, которые сделали люди. Смотрите по-другому на проект. Что вы сначала дали людям, и что вам потом придет взамен. А не то, что же мне придет, если он сделает вот так. Все идет наоборот в жизни. Отдай ценность, отдай лучшее, что есть тебе, и, возможно, тебе вернется в разы больше. От чего я вам желаю, кстати. Спасибо за внимание, друзья. Всем здоровья, любви, денег. До новых встреч на волнах радио Skyway Capital. До свидания.